Привет, брат, а я тебя что-то не вижу пока. Ага, у меня камера была выключена, почему ты сейчас только включил. Ничего у тебя, я смотрю, бодрый. Дети. Вид сегодня бодрый. Да и вот, я же говорю, вчера только, ну я вчера первый раз поел только вечером за 7 дней. А так вообще все уже, я уж, ну думаю в себе, ну два дня только вблевал, представляешь. Мама сказала. Два дня без перерыва. А они меня крутят, там уж тетушку прибежала, помогала. Я-то не трансстабельный. Я же говорю, человек, живот болит, он раз ноги под себя подогнул, все, в позу эмбриона и все, и облегчает себя, понимаешь, страдания. А тут на этой, на вытяжке, вот. И она и блевотина, как ее из себя, она привешена сюда, а тут же назад. Вот, я уж, а они как, они бабы, что они сделали? Ну руки были, может, на живот как повернули, или вниз головой, может, что-то делали. Я уж все вспоминаю, я думаю, глянь, я Александру обещал, я позвоню, и все. А я уж все, я думаю, уж все, это, потому что у меня такого еще нет. Такого. Вот. Приехали, короче, эти врачи, и говорят, вы вообще смехи, глянь, какие люди, я не знаю, как они дальше жить собираются вообще. Ну еще, еще раньше, знаешь, насколько мне вот на этом, на мочевом делали операцию, в общем, когда, и тогда уже ходили такие, ну как бы, или слухи, или вот, ну как в виде действий каких-то, так выживали, в общем, профессионалов, таких старых, ну таких закаленных, кому-то коммунистические времена, и врачей. Вот, ну так давили, а пробегали более молодежь такую, вот, знаешь. И сейчас действительно они вон приезжают, они все молодые, они как роботы с каменными лицами, у них совершенно никакого сочувствия уже нет. Этот, УЗИ сделали, укол один сделали, тринадцатый делали. Представляешь? Они с Воронежу приезжали, да? Он в Воронеже большой, у нас вот, допустим, доехать от, с одного конца города на другой, там бензин больше сожешь, чем вот сюда за город выехать. Вот, ну что, ну там они 500 рублей на бензин потратили. Угу. Угу. Вот. Да? Да. А я из двух раз говорю, я не, ну уже с тех пор, лет шесть, я говорю, мне не надо никаких скорей, я никуда не поеду, мне ничего не надо. Угу. 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 И này очень проверили все, все здорово, единственное, только в этих почках, но они, естественно, куда ни отлежа, они, у него ни денутся. Угу. Угу. А, а это все органы, понимаешь, все органы, их вот, все в отличном состоянии, все. Сергей, а вот приступы-то отчего были рвоты от камня или что-то другое? А ты что, думаешь, что-то знают, что ли, они мне что сказать? Да. Никто ничего не знает. Так они у тебя прямо на месте УЗИ все сделали, да? У них аппаратура с собой такая была? Ну, у них сейчас аппаратура с собой не возят, сейчас они специалисты такие ездят, но еще сколько лет, 12 назад ко мне приезжал, ну, там действительно мастер, такой вообще хирург, его прямо видно, он, знаешь, такой здоровитый, ну, и еще тогда к этому он не очень относился, я сейчас, ну, 14 лет назад, не помню, вот, и мне там родственники, там, ну, ты им кто-то подсказал, как он в селе там есть, дед мази какие-то делает, вот, и эти мази от пролежни помогают. Ну, они мне привезли эту банку с мазью, он говорит, надо набить полный этот пролежень туда бежать, и они мне как-то понабились, и там как пошло это заражение кровью и все, и у меня там все пролежни эти пронесло, и этот доктор дядечка такой приезжает, и, ну, вот, действительно видно, врач от бога, он, ну, прям, он смотрит, он четко понимает, что он, он же убедит сразу, вот, он молча, раз, 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 все, повернули, какой-то укол, укол сделали, чтобы мне вообще безразлично все стало, раз, он тут же порезал там на куски все, зашел, наверное, через час и уехали, вот, и все, махом на заживление пошло. А сейчас что, они есть, что ли, врачи такие. Я поэтому и говорю, я с радостью, понимаешь, ради того, чтобы чисто только вот утешить ее, с радостью, ну, давай вызовем, давай вызовем врача, конечно, но вот это, зачем вот это, понимаешь, таки даже за, не то, что вот там их осуждать или что-то, а даже неприятно вот, вот, за них стыдно, ну, как, как же вот это можно, да. Да, ты правильно сказал, что как роботы они такие, у них бездушные, интересное время вот сейчас какое, да. Вот всех вот таких, как бы, людей, вот они, видишь, как, да, ну, в любой организации, ну, как, не рассказывают. А везде вот сейчас в банках, допустим, ты приходишь с тобой, разговаривают как роботы, у них, понимаешь, матрица слов, очередность, как они говорят. То есть ты как будто с неживым человеком разговариваешь. Он тебе выдает какие-то вот установленные ими фразы. Да. Поэтому думаешь, живой или неживой. Ну, молодежь, в основном, она вот молодежь так себя ведет. Вот в Сбербанке я был, и вот она мне этими штампами как начала говорить, я думаю, ужас какой. Они еще, девки такие, накрашенные, вот у них такая вот модная, модные прически такие, знаешь, вот накрашенные так по-модному. Вот это вот оно и пугает больше всего. Вот это вот. Есть современная красота, но еще такого там 15-10 лет назад не было. Такие красавицы, с каменными лицами, такие красные. Изукрашенные зато, да. Ой. Ну, слава Богу, что уже полегче все-таки тебе стало. Да вот слава Богу. Слабалось помирать опять гадского не знаю. Ранновато будет, видно. Ну как, я уже думал, да и все. У меня уже, знаешь, ну как, и видения какие-то начинаются. Ну как, описывают, что страх вот этот вот, конечно, страх, он, ну от него не денется-то никуда по-любому. Он вот этот вот мир, когда открывается, все равно вот так, что-то вот непонятное такое. И мне это, или денег, ну больше всего есть, чем запомнилось. Это не вчера было. Я больше всего... Я ответ, как бы, получил. Я увидел много людей. Много людей, а они не люди, они как мумии. И на столбах висят. Вот как желтые такие. Ну они вот так засушенные. Экторанты засушены. И на столбах. А я задаю вопрос, что это за люди. А у меня ответ приходит, что свидетели Яговы. Вот. На столбах они, понимаешь. То есть они как-то, что они верят, что, ну, Господи, на столбе расстрелят. Вот, понимаешь. И они как бы вот на столбах. Ну кто знает откуда. Дети просто рассказывают то, что я веду. Да, да. Вот. А откуда, может быть, и мои выдумки какие-то. Ну, опять-таки, я об этом у меня более адские. Да. Никаких свидетелей. Вы там думаете, мне как-то артилии такие появляются. Да. Тут уж в этом состоянии тут приходит всякое. Да. Молиться, молиться вообще невозможно. Все забываешь. Все. И все вообще на точь. И не вспомнишь ни одного слова не помолишь. Да. Да. В этом же состоянии, видишь. И вообще ничего не нужно. И никто не нужен. И вообще нет ничего, как будто уже. Да, Вить? А я только ору. Я ору. Мамочка. Мамочка. Я не могу. Мамочка. Кручусь. Я не могу. Я не могу. И все. А что? В голову больше ничего не помолишь. Да. Да. Можно всегда. Интересно. Ну, конечно, это уже слишком серьезно операции делать. Так-то вот у тебя состояние все-таки крепкое. Я что-то вот думал, думаю, а может, можно было бы вырезать эти камни-то здоровые, которые тебе жить там мешают. А они, знаешь что, они не возьмутся. Я уже спрашиваю. У них еще тот же доктор один несколько лет назад, ну сколько, лет шесть назад он еще говорил мне, что у них, в общем, кресло, оборудование, там специальное кресло, ладутное кресло, оно как-то сгибается. Ноги в коленях надо сгибать, там как-то тело в определенный градус поворачивает. А я как бревно, меня не согнуть ничего, понимаешь? Да. Они же это вот камни, это вот дают вот эти вот камни. Вот когда в желчном и в почках вот такие вот боли, это они вообще невыносимые. Не приведи Господь кому-то это искать. А мне показалось, что мама твоя написала, что как бы с желудком вроде бы проблемы тоже вполне вероятно. А, ну она просто рвет, да, наверное, из-за этого? Ну, конечно, рвало, а что он мне рвет, рву, а выходит какой-то слизь идет, какая-то ржавчина. Понимаешь, она же ни еда, ни пища. Ага. Что это, не понятно ничего. И откуда она берется? И она прям, ну... А, откуда? Ну, вот так вот. Поел сразу как бы силы лучшего стали пребывать-то, да, Сергей? Почувствовал ты разницу после того, как поел или нет? Или так уже стало нормально и уже хорошо? Ну, сегодня я, сегодня второй день уже начал есть. Конечно, сразу уже силы прям... Ага. Ну, я начал, она мне начала давать сначала. Я вчера там сварил и картошку, потом морковку куда-то. Ага. И это... Ну, легкую такую. И я почти три раза попробовал сначала. Клюнул этой еды. Я говорю, вам можно по... У вас есть запасы жира, тут маленькая. Ага. Ну, я и говорю, а у меня-то, у меня кости там, откуда этот организм питаться. Ага. Да. Поэтому... А, считай, неделю без еды пробыл. Да, испытание серьезно было. Ой, вообще... А это же, знаешь, как первый день, понимаешь, это же было, как у меня первый день, вот это вот поворачивало меня, да? И все. И я уже первый день отхожу, к ночи уже все успокаиваюсь. Не к ночи, а уже к утру, наверное, к 4 утра и успокаиваюсь. Я говорю, господи, что же запаиваю? Если такое... Я же больше не выдержу никогда такого. Слава Богу, что все почем, конечно, успокаиваюсь. Я же больше такого не перенесу. Это невозможно терпеть. Ты представляешь, и через несколько часов по новой, вторая серия начинается вот этого. И у меня еще такое, ну, как оно, отчаяние, не отчаяние, не знаю, ты этому слова не передашь. Как вот эта жизнь? Я еще не говорю, господи, ну, как же ты тут все устроен? Ну, как, для чего же это все? Ну, кому это, кому это надо? Да. Кому-то надо. Ну, что? Ну, я говорю, ну, что во мне? Что-то изменилось вот сам себе, знаешь, во-первых. Да. Ну, и не с ним тоже, знаешь, а о себе. Ну, что еще я получил от этого? Да. Ну, я не знаю, я если, знаешь, я как думал, я думаю, единственное, то, что сатана это делает, да и все, для того, чтобы Бога похудел, у меня всегда один ответ, чтобы только Бога похудел и все. А у меня такого даже не мысли, даже не кулисной, чтобы на Бога это сказать. Как вообще на Бога в этом случае можно что-то переваливать там? Так а он при чем вот здесь? Как он здесь участвует? Да, да. Как Моголан сотворили всю вот эту жизнь свою, устроили себе такую, да. Да, да. Да. То есть здесь именно, когда ты только думаешь, что как-то Бог это вот делает там по какому-то злому умусному или специально тебе это делает, тогда как-то человек, может быть, и может в эту сторону направить мысль свою. А так нет, ты же понимаешь все на тебе, на человеке, на роде нашем. Ну тут как максимум, если уж ссылаться, то тогда на родителей, да. на мать, на сердце меня родила там после насилия. Да, да. Ну хорошо. Я это слушал. Я это слушал, кого-то не помню уже точно, не знаю, как-то. У меня же время перемешалось все. У меня вопрос такой тоже, знаешь, вот в душе давно уже строится, а оттуда не знаю, где взять ответ. Вот все-таки, я думаю, знаешь как, что Господь, вот он не создает каждого человека, понимаешь, это можно сравнить на примере компьютера, да. Вот я делаю один файл, сделал, вот, и потом все, он может размножаться уже. Ведь если бы Господь творил каждого человека, разве Бог совершенством мог пропускать вот эти вот всякие уродства человеческие? Если бы Он творил, Он творит все совершенно, видишь. Да. А оно, оно рождается как бы вот в матрице какой-то. Он единственное что-то вложил вот сначала свое, вот это божественное, за что Он любит людей, за что Он нас любит. А творим-то уже мы их сами там по своей жизнеспособности, да, кто нашел гораздо. Да. Там, ну, единственное про вот, вот этого слепого, да, увечного, который говорит, не отец, не мать, да, не виноваты, вот, а чтобы слава Божья явилась на нем. Вот здесь, но все-таки, да, мне думается, что, наверное, здесь как-то, может быть, я просто сейчас об этом не думал, мысль вот первая пришла про это место из Писания, а так, конечно, мне думается, что так. Вот ведь не даром там все-таки говорится о ответственности родителей, там, о том, что в поколении передается, это же очевидно, и болезни какие-то, и вот это же от нашей жизни передается туда, так и вот эти уродства тоже как следствие. А по Тори, по их вере, по юдистам, это проклятие, это люди проклятые, с этим даже вообще не вступали. Вот они считались, у кого детей не было, это считались прокляты. Да. Вообще, интересно вот, да, вот, эти вещи, они как бы у нас сейчас, ну, как бы, как некие суеверия отторгнуты, да, что вот ничего такого нет. А ведь мы видим, что все сохраняется, что вот эта семья, если вот род какой-то, лучше его замуж за них не выходить или не жениться на них, потому что они такие, у них род такой. То есть, есть закономерности, вот, и то, что у иудеев многое, оно, конечно, тоже было правильно. До 50-х годов в России, ну, в Европе-то уже признали генетику, а в России не признавали, то есть, что называлось, наследствие. Вот, а после 50-х годов уже признали генетику. Вот, и что такое, допустим, ну, я опять же говорю что-нибудь, ну, я верю в это, да, что проклятие работает чётко. И что такое проклятие, когда Господь говорит, будет проклятым? До 4-х годов, что такое проклятие? Возьми, ну, вот, мы видим по родам, да, род там алкоголиков, род гневливых людей, род там злых людей, да, которые прощать не умеют. Вот, от осины, от песен, не родятся, если он курил, мой дед, он мой и отец курил, и я курил, понимаешь, там, и если бы сын родился у меня, и сын бы мой курил. Оно и есть в этом проклятие. Вот она генетика, это не наследственность, а именно на генах, на генном уровне передаётся. Как она, если в тебе заложена вот эта, она расположена. У меня друг был, мы с ним и в школе учились, мы с ним так долго общались, у него, а он молдаванин парит. Отец у него молдаванин, мать русская, и вот он такой. И у него отец, понимаешь, он не курящий отец, мать не курящая. И, ну и как, я курил, я уже, да, вот этот, ему вот такой, мне нравилось курить. А ему всё равно, понимаешь, есть она, он разный курил, нету, не курит. То есть её расположенности нет. Круг общения, наверное, как-то тут влияет больше, наверное. Да. Да, да. Единственное, это, напишаюсь, что лежу, а всё равно говорю, и всё, и всё, и всё пройдёт, и всё, конечно, временно. Временно всё же. И так легко остановлюсь. Ко мне вчера друзья приезжают. Подожди, когда вчера или... Я у меня вообще рамки всё попутанно. Да, вчера вечером. Друзья приехали. Вот. И тоже так обидно, я говорю. Ну, тоже уже я перестал, как бы, говорить. А так вот, ну, как, я говорю, ну, да не как, да не сильно. Ну, я говорю, да выходите. А я вам не понимаю, что Иисус Христос – это Бог. И как, как, докажи, докажи, докажи. Никак. Никак. И оно ему надо. Вроде поговорили, он вроде всё понял, вроде всё принял, понимаешь. Слушает, внимательно вроде сидит, да. Он вроде всё и отвечает вроде грамотно. В последствии разговора нет. И согласия нет от них. Это я тоже сейчас всё больше убеждаюсь, что люди, вот, верующие, они вроде с тобой всё говорят, всё они понимают. И думаешь, а почему же они никуда, как бы, от этого не отходят, от того, что видно, что оно не так. Да, вот, допустим, какой-то, ну, какая-то неправда от неё не отходит человек. Почему? Я для себя это решил так, что человек имеет сам какой-то грех. Ибо думал я, что ты ему скажи. И он тогда увидит это, подумается и скажет, о, да, надо от этого греха, как бы, отходить. Он говорит, ну, да, там грех у них, а вот у меня там есть свой грех. Я не говорю, а в душе это он говорит. Поэтому, ну и ладно, он свой грех в тишине оставил. Грех другого, с кем он вообще не находится, он тоже в этом плане, как бы, закрывает. И это даже какое-то учение у нас такое есть, там, смотреть за собой же, да. И вот это не слышание, не реагирование, оно связано с внутренним состоянием человека. Человек держит что-то для себя, вот свое какое-то. Пусть, наверное, маленький какой-то грешок, но он его оставляет. И мне кажется, поэтому и уши закрываются, и глаза закрываются. И вот как ты говоришь, он отвечает, да, 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 да. Она в душе-то да нет, 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 нет. Тут еще видишь, я вот как большой акцент на чем ставлю, чтобы любовь к Богу, где ее взять. И вот с этим общался, потому что, я не знаю, дней 10 назад, у меня ролик последний. Он, ты видишь, понимаете, он хочет, он борется с этим, он желает, жаждет, исправит. Он понимает, у него есть на сердце лежит страх вот этот, как бы, потерять Господа, потерять царство небесное. Видишь ли такая ситуация? Ну да, это вот, обычно я так вот с этим не встречался, чтобы человек, как бы, настоящий страх у него был бы в душе, да, и он, чтобы именно не мог оторваться. Мне кажется, что что-то тут, знаешь, не так, потому что Бог не может оставить человека. Вот иногда, знаешь, просто люди красиво говорят, вот ведь что, послушаешь, как бы, он и страх имеет, и все, а по делам не увидишь этого. Я больше вот именно утверждаюсь в том, что, если нет движения, если человек вот так вот, вот, у меня нет, как нет, нам Писание не говорит, что так может быть. Если ты обратился искренне, то Бог не оставит, Он тебе даст силы. Сейчас только вот мы с тобой разговариваем, пришло письмо, она мне тут пишет все, а мы с ней как-то говорили, и вот она такая же, это, такая, видишь, она кое-где комментарии часто, я ролики почти сейчас не смотрю ничьи, вот, в последнее время, вот, поэтому не знаю, участвует ли она в этих переписках, но такая деятельная, мы с ней поговорили, а у нее куча компромиссов там в этой жизни, и вот, и она так интересна, вот, ее реакция такая, она сначала, как бы, не согласилась, а потом вот, и сейчас стала писать, там, то один вопрос какой-то задаст, то свои размышления, там, о том или ином месте Писания, как бы, там, вот, его рассказывает, и видно, что человек, как бы, знаешь, задумалась, что, а на самом деле, она понимает, что компромиссы в жизни, они ей не дают двигаться вперед, и смотрю, у нее все равно какой-то прогресс есть в ее движении, вот, поэтому, если человек, на самом деле, не на словах, а она же тоже уверена, что она на правильном пути, что она, что там, она, в общем-то, много чего делает, ну, вот, вот это уж она не может, тут муж не дает, тут вот это, тут вот это, и оказывается, что, на самом деле, человек в компромиссе пребывает, вот, который и не дает дальше и понимания, он не даст тебе правильного, и, соответственно, и сил нет с этим бороться, если ты оставил какой-то грешочек для себя, или какой-то, знаешь, он не грех, его грех, может быть, со стороны уже потом оценивается, а человек-то не как грех его даже оценивает, а как, ну, некую, ну, необходимость так пока делать, а я иначе не могу, у меня обстоятельства такие, и вот, как только человек отступает, вот, от этого, угождение себе, по сути, все равно, и, знаешь, она мне прислала место, где о блаженствах, вот, блаженны нищие духом, и вот мне как раз вчера мысли пришла, я ей написал, вот, аналогия, знаешь, какая, вот, когда ты, вот, нищий, духом святым, да, то у тебя жажда пребывать во Христе постоянная, то есть ты в нем пребываешь, а вот, когда вдруг что-то в жизни приходит такое, что тебе приходится, как бы, отдать вот эту некую нищету вот другому, не Христову, то ты, соответственно, покидаешь Христа и уходишь вот в это, то есть твоя нищета во Христе, она заменяется нищетой вот в то, куда ты ради компромисса выходишь, и вот этот разрыв вот на этом уровне происходит, и, естественно, тогда ничего не получается, и ничего не слышишь, и ничего не видишь. Ну, конечно, ну, нищета духовная-то и заключается во Христе, что ты более неприемлемый духа никакого, а что я без Господа могу, я ничего не могу без Бога. И тут мне нравится этот Володя Мертикевич, он как бы и ни на себя не надеется, ни на кого не надеется, он в этом пример своего мозга брать. Вообще для меня вот Володя интересная личность такая, я вот рассуждаю и думаю интересный, что же он за человек? Он взял основное, главное, что он взял, они вот в основном, вот Пуков, там Сергей и другие, там, они берут, как бы, от Игнатикевича обличение в учительство, а этот взял, знаешь, что, рамки, за которые выходить нельзя, определенные барьеры, все, он даже, возникают какие-то вопросы, все, и у меня вопрос это решен, я не хочу об этом говорить, а потому что это самый верный путь к спасению. Ну, ты знаешь, вот как раз вот ты мне на ответ подсказал сейчас, вот, а я думаю, почему выхода у него нет, понимаешь, он почему пребывает в этом, с одной стороны, вроде как бы все хорошо, но с другой стороны, мне кажется, вот, ну, в моем понимании нынешнем, да, в этом жить нельзя, так жить нельзя, а он в нем остается, я думаю, здесь вот уже как раз причина в том, что человек просто не хочет дальше думать, как бы он закрыл себе путь движения вперед, а как же так, вот как соединить-то Евангелие-то дальше, все остальное, нельзя же только одну часть, какую-то хорошее послушание, смирение, не хуже взять, да? А каждому свое, брат, ты видишь, мы судим, опять же, по полноте, не подместилище души своей, ему достаточно этого. И здесь ты, наверное, прав, опять же, потому что я вижу, что он как бы практически человек, да? И вот, может быть, это именно, я тоже думал, думаю, может быть, ему просто дальше, ну, как бы Бог дал свою меру, вот, и познание, и вот, как бы, движение мыслей вперед, ну, и вот она и хорошо, каждому свое в этой жизни. А эта мера важна, она только для перехода в вечность, вот эту меру, ну, как раз многие ее не находят, или наоборот, переходят ее, вот именно по горности своей. Вот интересно тоже наблюдать, вы знаете, я о рождении свыше, думаю, ладно, время у меня осталось мало, но все равно еще чуть-чуть, несколько слов. Вот интересно, рождение свыше, я раньше предполагал, что оно как бы человека, ну, очищает, да, и, ну, то есть процесс очищения идет бесконечный. А вижу, что нет, люди, рожденные свыше, это есть люди, которые, да, от чего-то они переродились, от какого-то греха, но это не значит, что им глаза открыты будут на все остальное. Вот в протестантизме уже вот это заметно, вот, кстати, какие бы там они проповедники не были, а вот самое простое, как бы, что вглубь, не заходя, рассуждений человеческих каких-то, там, о догматах каких-то, а вот даже внешние просто проявления жизни человек, вот они допускают там бесстыжие одежды, допустим, ну, как так, если ты рожден свыше, тебе должно быть это все открыто? Оказывается, нет. Вот, вот в этом весит, в протестантизме он и есть. Они не принимают жертву Христову, когда Господь пришел и сказал, возьми крест, вывесли, они, как мы еще с этим, с Битрием, с Кузнецовым еще в какой-то ролик говорили, это, это вот центр всего, они сняли креста, с креста сняли, у них крест голый, понимаешь? Они не смотрят на страдания Господа, вот что надо, Господь сказал, следуй за мной, иди за мной. Дело в том, что, знаешь, обобщение под словом протестантизм, оно неправильное, потому что есть разные люди, даже вот там под одним и том же, под пятидесятник, они совершенно разные. Я говорю о новом течении, о том, что сейчас идет в мире, происходит. Люди, люди возлюбили более мир, а отвергли вот эту вот жертву, понимаешь? Они не готовы ни на какую жертву, не готовы ничего не иметь. Ну да, они проповедуют, они говорят о Господе, но он самому что-то нести, он не хочет нести. Он не о смерти, зачем мне думать о смерти? Они вот сейчас ждут тысячелетнего царства, что придет Идбавитель, они будут еще радоваться с крестом тысячелетним. А в Царстве Божие Господь сказал, силою берется и многими скорбями. Скорбями, не скорбей, ну да никак нельзя. Господь всегда даст скорби. То есть ты от них отказываешься, Он тебе и не даст их скорби. Их нельзя никого под шаблон заводить, ни как православных, ни как протестантов, никого нельзя как бы завести в некий штамп. Я думаю, что вообще люди все индивидуальные, и вот они вот как бы заходят даже под некую эгиду, вот как Сват, например, он был баптистом, да, и его потом не принимают в баптистов. Вот сколько времени его там не принимали, сейчас наконец-то все-таки его приняли в собрании. Ну, у него определенные взгляды, и у него не все сходится с баптистами, которые вот в этом собрании. И на мой взгляд, большинство, то, что говорит в противовес тем баптистам, я считаю, что да, он правильно говорит. То есть нет какой-то религии чистой, которая правильная. Потому что в этой религии есть разные люди, которые по-разному все толкуют и понимают. Поэтому есть Божьи, я думаю, люди, а есть не Божьи. А уж где кто, чем кривизна больше, это не хуже у каждого своя кривизна. Ну, я, по крайней мере, тебе говорю о тех, которые мне пишут, которые одолели меня. Ну, это, да, нет, это... Я лишний раз подтверждаю, что я название на YouTube дал это, парализованного славы Христа, и прямо от Бога мне Господь так направил, потому что они настолько оскорбляются, эти люди, понимаешь. У них день и ночь на каждом собрании говорится вот об этих исцелениях. Пустите духа в себя, исцелитесь, вы здоровы, потому что сейчас дух вас исцелять будет. И тут такое ради Христа парализование, как это, для них не вмещается. Вот стихи я тебе приведу от Матфея. «Претерпевший же до конца спасется». И опять же, как понимаете, претерпевший с чего и до какого конца спасется. Вот это Христос говорил апостолам, когда они уже вышли из храма, и он им говорил, когда соблазнятся многие, и друг друга предавать начнут, и возненавидят друг друга, и восстанут уже пророки, и прельстят многих, и там и беззаконие умножатся, и хладить любовь. Посмотри, даже через этот интернет, что сегодня происходит вообще в интернете. Ну, на почве религиозной, да? И написано, «Претерпевший до конца спасется». А потом уже будет проповедано Евангелие, и там же опять написано, что, когда увидите мерзость запустения, вот, речённую через пророка Даниила, где эту мерзость запустения? Мерзость запустения – это во святых местах всегда она. Ну, как бы по Библии – это святые места, и они как бы… Это знаешь, как прикол было? У Давида как-то звонить, забыл опять. А, нет, нет, этот… Нет, Соломот, Соломот. Соломот, Соломот, он же, он в одни в управлении, да, он своей жене, там, жена у него там одна язычница была, он позволил ей ставить храмы по всей Иудее, и там позастроили, вот он проклят был Господом. И вот, как бы, понимаешь, она вот где-то мерзость, это должна обнаружиться, вот этого допустения. Я хочу оставаться вот на этом пути, я знаю, что он скоро, Господь этот путь закроет, всё это православие скоро закроется, но я хочу там быть до конца, меня вот в этом Господь держит. Я до конца буду православным не сдуваться, потому что я правильно славлю Господа. Это моё православие. Я не православный, потому что ставлю свечки и иконы, почитаю. Хотя я не отрицаю икон. А знаешь, мне вчера как раз, я об этом вот, я не помню в какой связи, я про положение с православием как раз думал, думаю, вот это некое благочестивое такое отношение людей, кто в православии, как бы они говорят, ну как же вот все там, пусть как угодно, куда угодно идут, но я вот буду верен, и какие бы там священно-началия, священники, как бы, ну вот, как бы, не в них, как бы Господь действует и через такие сосуды. А я думаю, вот эта система, она придумана именно так, вот такое учение, по сути, в головы людей вложили, как будто человек, с одной стороны, он остается благочестивым, ибо он говорит, ну я-то как бы, я же правильный, а вот то, что я нахожусь среди вот этих людей, волков, ну это извините, там везде криво, но вот такое положение, оно защищает этих волков, то есть они придумали такую подговорку, типа я чистый, но они там пусть уж как хотят, тем самым, но если я оттуда не отделяюсь от этих волков, тем самым я их поддерживаю, это же закон такой, Господь говорит, отойди от них, да, или вот это от блудницы, выйди из нее, народ мой. Будет, как сказали, кто и святый, будет один епископ, один священник, понимаешь, ну потому что его, по сути, а их и не было никогда, только от пред... Колокола, колокола будут золотить, а ходить в те храмы нельзя будет уже, чтобы их полно, этих преданий. Почему это ведет-то? Как раз сама ситуация покажет, что они не были никогда священниками, и епископами они не были, вот в том таинственном понимании, которое православие на них, как бы, натянуло. Ну кто знает, я не знаю, это будет ищена суть Божия, мы не можем сказать. Я так думаю, вот так что. На земле предполагаются какие-то большие перемены, вот опять же, тот же Гатарский тоннель, который, вот, помнишь, мы смотрели в прошлом году, то есть, сценарий, открытие мира инфернального, то есть, будет соединяться мир наш земной с миром духовным. Ну, это все, что, как, пришло при ней, когда алкоголики веют вешеных собак, там, не знаешь, вот на земле будет происходить нечто вот такое подобное, вот, и Господь будет где-то собирать, ну, невесту свою соберет, и будет, как написано, будет питать ее, где-то, в каком-то месте. И никто знает, ну, что, но это, это горнее место, как написано, бегите в горы, да, в горе питающим с остцами и беременными. О чем говорится, кто не успел познать Господа, вот, но опять же, те времена должны очень скоро настать. Причем, вот они, я думаю, они сопутствуют вот этим переменам сейчас в мире, вот этому накалу обстановки. Я сейчас даже новостей не смотрю, там, вот ужас кругом происходит, что в мире творится вообще страсть. Но, Христос-то как раз говорил вот об этих всех событиях, и вот как раз эти события, он сказал, не ужасайтесь, потому что это преддверие вот этого перехода в мир горний. Вот, что меня сейчас волнует. У меня как-то в этом плане. Ну, вот, я этим подошел, потому что я вижу, да, да. Я так живу, я вижу, что Господь ведет, Он как бы тут поставит, тут подскажет, тут изменит, как бы идет своим чередом. То, что вот ты говоришь, творится в мире, конечно, так и есть. Вот. А как ты собираешься принимать, Господь сказал, и новое тело будет, и новая земля, и новое небо будет, ты как это понимаешь? Не в качестве месяца ты понимаешь? нет, я просто, я просто, дело в том, что я не знаю, и никто не знает, как это будет, я это ожидаю, как обязательно, что это будет, а как будет, я не думаю даже об этом. Ну, а почему ты, а почему ты не хочешь поверить, предположив, что на твоем веку случится, что ты, понимаешь, не все умрут, но некоторые изменятся люди, написано. Да, и веры, и знаю, что, и может быть, и опять об этом не думаю, а как изменится, Бог-то знает, как изменится, он мне не ставит задачу. А зачем думать, а ты желай этого, зачем думать, а ты желай этого, потому что все христиане во все времена об этом и желали, понимаешь, они же, особенно первые христиане, ждали этого вообще в первом веке, что вот-вот Господь сейчас придет и все изменится. Они же жили этой мечтой, понимаешь, Я живу этой мечтой, но я, знаешь, как бы, я же знаю, что там все будет чисто, да, вот в том веке. Я ее чистоты только желаю. Мне не важно, когда он придет, сейчас он придет, или когда меня не будет, он придет. Свою любовь в жизни увидеть, увидеть и упасть Господу в ноги, это же, это каждую секунду мы должны грезить об этом, обстречить, встречить. Знаешь, почему у меня это не так, ярко вот выражается, да, потому что я знаю, что как Богу будет угодно. Вот, наверное, из-за того, что у меня сильное вот, как бы, как бы, как я сказать, расположение вот к такому пониманию, что я даже в этом не хочу предвещать Бога. То есть, я знаю, он мне сам даст, когда нужно, сколько нужно, вот, и в каком виде, и как ему нужно. заповедь нам как говорит, возлюбите Бога всем сердцем, всем разумением, всем существом. Это о чем говорит? Это и земная сюда любовь. Ты должен возлюбить его вот и земной вот этой любовью. Как мы любимую ждем вот эту свою, не дождемся, долгожданную, потом ее и заметим не можем выпустить. Вот так мы и Господу должны ждать. Вот такую любовь надо обрести. Ну вот она какая-то у меня вот такая, спокойная она у меня любовь. Всегда спокойная ко всем. Она какая-то, знаешь, вот такая ровная и видимо ко Христу она, вот видимо это мое качество человеческое, оно дает именно такое вот не эмоциональное, да, а какое-то вот ровное состояние. Не, я не могу, я как только это не представляю, у меня все в сердце у меня разрывается. Я совершенно понимаю тебя, да. Слушай, ты человек такой, вот как раз в этом и разница есть. А я жажду, но ровно, спокойно жду этого момента, как корабль, вот в этом. Большое корабль, большое море и впереди что-то есть. А как там, куда идем? Так. Ладно, что я тебе взорвал. Рад, что ты в добром состоянии, слава богу, поговорили, хорошо. Ну давай, с богом до связи. Ага, с богом до связи. с богом до связи. Продолжение следует...